Аллилуйя, шабашалом, дорогая община! Давайте встанем, помолимся перед чтением Торы. Драгоценный Бог, наш Отец, мы, как Твои дети, благословляем Твое святое имя Божие, и мы благодарим за то, что Ты, Боже, провел нас через этот календарный год, что Ты привел нас в этот день, и мы в Твоем теле, и мы в Твоем доме, Боже, и мы благодарны Тебе за то, что Ты всегда был рядом с нами, помогая, научая, Боже, благословляя нас, и мы благодарны Тебе за Тору, которую Ты дал нам написанную, и мы благодарны Тебе, Господи, за Ишуа, которая есть живая Тора, шедшая, Господи, для нашего спасения с небес, шедшая с небес для нашей жизни и для нашего спасения. Аминь. Сегодня очень хороший отрывок Туры, потому что у Господа в Туре всегда всё хорошее для нас приготовлено. Это 12-й отрывок по счёту. Этим отрывком мы завершаем книгу «Бытие» или «Берешит». И называется эта глава, или этот раздел Туры называется «Ваихи». Почему? Потому что «Ваихи» и «Аков в земле Египетской». То есть жил Иаков в земле Египетской 17 лет, и было дни Иакова, годов жизни его 147 лет, и пришло время Израилю умереть. И вот тут о последних месяцах, днях жизни Иакова рассказывается в этом разделе. О том, что он прожил здесь 17 лет, я верю, что это были самые счастливые дни его жизни, потому что он уже имел спокойствие, он имел уже шалом, все дети были, внуки при нём, они были в хорошем месте. И он видел, реально видел исполнение Божьих обетований в своей жизни. И перед кончиной он берёт всего-всего клятву, что тот похоронит его в святой земле, усыновляет его сыновей Монасию и Ефремию, благословляет их, приравнивает их к статусу собственных сыновей, и они входят тоже в колено Израилю таким образом. Далее он благословляет, больше не столько благословляет, а столько пророчествует в жизнь своих сыновей, раскрывает им будущее тех колен, родоначальными, которые они стали. Ну и этим благословляет их. Ну и последняя глава о его смерти, о том, как его похоронили. Значит, ну как я сказал, этим разделом заканчивается и книга «Бытие», и этим разделом заканчивается более чем двухсотлетняя история первой еврейской семьи. Вот, Авраама, Исхака, Иакова, через которую Бог много нам сказал, да, вот, и ещё говорит, и будет, и будет говорить. И готовясь к этому комментарию, я почувствовал, что я буду говорить, может быть, даже не столько основываясь на вот этом вот, как бы, отрывке, на благословениях Иакова. Мне захотелось поразмышлять, а, знаете, вот, а как же вот семья, вот, что через, какие благословения пришли через семью Авраама, Исхака, Иакова в нашу жизнь? Что Бог вот он дал для нас? Мне как-то вот в этом плане хотелось поразмышлять. И плюс ещё от одного из друзей в Фейсбуке, значит, пришло, пришло стихотворение. Слава Богу, оно было небольшим, вот, потому что христиане, они любят большие писать стихотворения. Вот, я его прочитал, вот, оно хорошее, духовное, там, говорится о том, что в этот Новый год люди много чего желают, но вообще-то надо помнить о творце своём, понимаете? И тогда что-то в твоей жизни изменится. Аминь, аминь. И там были такие слова, ну, в ответ на то, что вот люди, говорит, вот в этот день, короче, люди там зовут какого-то деда, много чего-то там желают, дарят подарки, вроде бы, от деда, хотя они сами купили, да? Вот, и там вот такие вот слова есть. Очень чудо всем хотелось, хорошо пилось и елось, кончил бал, погасли свечи, голова болит и печень, и веселье прошло, и чуда не произошло. Ну, известно, да, как бы, похоже, как говорится, мы это в своей жизни испытали, вот, ну, это испытывают многие люди, миллиарды людей по всей, как говорится, земле, да? Вот, а я подумал, а что, если мы рассмотрим вот семью Авраама, Исхака, Иакова, как вот пожелание Господа на этот год, да? Вот я начал размышлять вот в этом плане, ну, знаете, вот как благословение, вот как его открытку к нам, да, на Новый год, календарный год. Он, конечно, Новый год, это, ну, как здесь говорилось, он не имеет такой духовной составляющей, конечно, как Росхошана, еврейский Новый год, да? Ну, тоже неплохое событие, хороший повод тоже поразмышлять, да? Вот, и вот в этом плане я, как бы, и начал думать, вот, ну, тем более, у меня, ну, мои размышления, как говорится, об открытке Божьей, да, они имеют основание библейское, потому что написано, что мы являемся кем? Письмами, да? Мы письма, написано, которые человек читает, то есть Бог написал нашими жизнями письмами, он те же самые письма, он написал через Авраама, Исхака, Иакова и Иосифа нам, да? В нашу жизнь, но если я написал письма, почему бы мне написать открытку? Вот, и так, значит, смотрите, ну, это мой комментарий, как я верю, да? Вот, как через жизни, значит, патриархов Бог пишет нам открытку. Авраам, верь и доверяй Богу, как Авраам, пожелание, это если мы хотим благотворных изменений в нашей жизни, да? Так вот, верь и доверяй Богу, как Авраам. Знаете, ну, некоторые понимают правильно и понимают, что вера, она обязательно совместно с доверием. Вот, и в том месте, где написано, Авраам поверил Богу, и это вменялось ему в праведность, там вот именно это слово так и переводится, вера, доверие, то есть как бы два в одном, да? Но я хочу сказать, что в практической жизни не у всех, как бы, верующих это получается. То есть люди умом, может быть, веруют, да? Ну, что Бог есть, что Он добрый, но Он добрый вон там и вот к тому. Ну, а у меня как-то не получается, вот, понимаете? Вот, потому что у меня жизнь тяжёлая и так далее. Вот, но истина, она в том, что, как бы, вера, это тоже, это, как говорится, и умственное, да, такое понимание, и сердечное понимание. То есть здесь вот совмещается, совмещается всё. Вот у Авраама это получалось, да? И это вменилось ему в праведность. И самое главное, ну, не то, что самое главное, что следствием это стало тем, что Бог считал его своим другом. Друзья, классно, когда Бог твой друг, да? Кто такой друг, который знает тебя, у которого есть сердечное влечение, которого ты знаешь, в котором ты уверен. Дружба, она получается, знаете, когда проходит что-то, когда проходите какие-то ситуации, да, и видишь друга в одной ситуации, в другой и так далее. Так вот, это было у Авраама. И я верю, что Бог желает это нам, чтобы это, знаете, вера с доверием, чтобы она привела, в конечном счёте, к дружбе с ним каждого. И тем более это возможно. Написано, что верующие кто? Они суть сыны, ну, естественно, и дочери Авраамова, да? Вот, значит, они имеют те же качества веры и могут иметь эти качества веры. И Господь желает нам это. Итак, Исаак. «Имей страх Божий, как Исаак, и проживёшь жизнь тихую и безмятежную». Я верю, что именно через жизнь Исаака Господь это нам желает. Почему я так думаю? Ну, во-первых, страх Божий везде, вот если мы в контексте прочитаем, страх Божий, страх Божий, да, мы увидим, что первое, это начало мудрости. В Иове написано, что это вообще вся мудрость. И написано, что она уводит от зла. Ну, имеется в виду от зла не только другим людям, чтобы ты не делал зло другим людям. Но я так понимаю, что чтобы ты и себя не творил зла какого-то, своими поступками неправильными и так далее, понимаете? Вот, то есть страх Божий. Исаак, он имел страх Божий. Почему я так говорю? Ну, потому что его сын, он клялся страхом своего отца, страхом Божьим имеется в виду своего отца. То есть Иаков, он имел вот это вот выдающееся качество. Он ходил перед Богом. Мы мало знаем о духовной жизни Исаака, как-то меньше, чем Авраама. Там мало написано. Там такие, знаете, вот есть только такие мазки такие. Мы знаем, что он герой веры, да, то есть он входит в ряды героя веры, то есть он был очень верующий человек. Мы знаем, что он любил молитвенное размышление, был молитвенное размышление, и он имел страх, имел страх Божий. Поэтому жизнь его, если мы сравним его с жизнью папы, жизнь его детей, она была стабильной. Она была такой жизнью, знаете, о которой многие помечтают. Конечно, может быть, он не был таким духовным, как его отец, но не всем же, скажем так, быть пастырями, условно говоря, да, но каждый хочет жизнь прожить достойно перед Господом, да, и иметь благословение. Вот Исаак имел это благословение. Мы знаем, значит, он лег на жертвене, когда его отец привел. Он был взрослым мужчиной. Придание говорит о том, что ему было после 30, вот, и он знал, что происходит. Папа привел ему жену, он сказал, спасибо, папа, она будет моей женой. Значит, Бог сказал ему не идти в Египет, он не пошел. Вот хотя там земля была сухая, он сказал, я тебя благословлю. Он поверил ему, он посадил в землю, значит, зерной получил стократный урожай. Вот, и это настолько впечатлило окружающих, да, вот его жизнь сама, его хождение с Богом, настолько впечатлило окружающих, что местный царь вместе с своим другом и военачальником пришли и сказали, мы ясно видим, что Господь с тобой. Аминь. То есть он так, он был написан, это письмо было так написано, понимаете, что они ясно увидели, что Бог с ним. Это тоже, ну, хорошая жизнь для подражания. Мы как-то Исаака больше как бы, ну, смотрим на то, что там он с сыновьями там не очень разобрался. Ну, бывают ошибки, и у верующих, бывают ошибки там какие-то, понимаете. Вот, но в целом прожил достойную, прекрасную жизнь, счастливую жизнь, чего и Бог желает нам. Давайте скажем аминь. Аминь. Иаков, что Господь хочет нам сказать через Иакова, что я увидел? Помни, что Господь пастырь твой. Аминь. Мы знаем это, я верю, что вы знаете, что Господь пастырь ваш, да, и мой пастырь, что он водит нас, значит, на злачное пастбище, да, вот, и к тихим водам, и особенно нам нравится, как он ввиду врагов накрывает поляну, и мы спокойно, значит, там, трапезничаем, да, ввиду наших врагов. И, друзья, это правда, это истинная правда, но здесь больше говорится о том, кем он хочет быть для нас. Это не всё откровение о пастыре. Понимаете, о чём я хочу сказать? Пастырь не только водит, значит, своих овец, значит, и не только напаяет их и так далее. Пастырство — это более глубокое откровение, и Иаков через свою бурную жизнь, вы же знаете, да, жизнь Иакова, то есть что ему пришлось пережить, как никому ему пришлось пережить. Я верю, что, как бы, говорится, нам близка его, как бы, судьба, его вот эти жизнеперипетии, да потому что мы сами там, как Иаков иногда себя ведём, и Господь работает с нами, да. Так вот, смотрите, прожил 147 лет, и у последний год своей жизни, что он говорит? Это же самое-самое, вот уже квинтиссенция, да, его понимание жизни и вообще всего. Вот, благословляя Иакова, он сказал, «Бог, пасущий меня с тех пор, как я существую до сего дня». Понимаете? Бог, пасущий меня. Он, ну, сам Иаков, он был пастухом. Он знал, что такое пастырство, да, во всей полноте. Так вот, смотрите, пасущий на иврите «раа» переводится как «пасти», «кормить», «ухаживать», «охранять». То есть это не только «кормить» и «поить», да, вот, но и «ухаживать». То есть ухаживать, лечить больных, блох травить, иногда выдирать этих клещей, так, что больно даже бывает, да. Вот, ну, я в духовный смысл сразу вас приглашаю. Ну, и физически тоже, да. Ну, и духовность здесь, ну, здесь как бы мы же говорим о духовной составляющей, да. Отмыть, когда они в грязи, репья вычухать, стричь, ожидать пользы. Вот, это всё относится к ухаживать, охранять, искать заблудших, охранять от волков и хищников, не пускать на чуждые пастбище, где неполезная пища, наказывать непослушных. А иногда, если в ЦАП, задрав голову, несётся к обрыву, то что сделать? Ну, и собаку что-то спусти, чтобы они догнали, там, и возвратили, и предотвратили непоправимое. Понимаете, друзья? Вот, как бы, полнота, откровение, как бы, о пасторстве. И вот это вот Яков сказал, Бог, пасущий меня. И когда нам Господь Иисус, Он говорит, я есть пастырь добрый, друзья, давайте мы будем помнить вот именно о полноте. Да, Он хочет быть для нас прежде всего пастырем из 22-го псалма, прежде всего, да. Корми нас, поить. Это сердце Отца. Он любит это. Он любит больше нас миловать, чем наказывать. Он любит больше нам давать, чем забирать, и так далее. Да, это в Его сердце. Он любит, Он любит своих детей, но Он пасет нас. Так вот, давайте мы помним, что Господь пастырь наш, да. Иосиф, я бы хотел тоже сказать пару слов и об Иосифе, потому что это очень через него жизнь. Бог тоже в свою открыточку хочет сказать что-то нам доброе, да. И я написал это так. Будь свят, храни себя в чистоте, и помни, что святой доосвящается еще. Аминь. Святость — это посвященность Богу и отделение от всякого зла, от всякого греха, от всякой дел тьмы и так далее. Освящение — это постоянный пожизненный процесс. От начала и до завершения, до последнего вздоха. У нас, конечно, у нас есть позиция святости, да, Высшего Мессии. То есть и Бог обращается, Он всех нас называет святыми. Но у нас еще нет состояния, ну, скажем так, достойной, может быть, святости. Мы знаем свою внутренность, да, и мы понимаем, что нам еще надо освящаться. И я верю, что Господь, Он тоже говорит, освящайтесь, то есть помните, что это путь всей жизни. Ну, такой я увидел Божью открытку, и я повторю. Да? Господь говорит нам, дети мои, да, Что если вы хотите, чтобы действительно вот эти пожелания всякого добра всестороннего пришло в вашу жизнь, то верь и доверяйте мне, как Авраам. Имейте страх Божий, как Исаак. Помните, что Иаков, помните, как Иаков, что Господь есть Бог, пасущий тебя. Храни себя в чистоте и святости, как Иосиф. Вот, и тогда благотворные изменения придут в нашу жизнь. И последнее, я все-таки хочу тоже вот это слово зачитать. А вот на кого я презрю. Я в скобочке поставил, ну договорил, да? Вот на кого я обращу свой благосклонный взор в следующем календарном году. На кого? Значит, на того, кто по святым местам поездит? Нет, это хорошее дело, благоугодное. Нет, да? На того, кто найдет супер помазанную церковь, и за него помолится супер помазанный служитель? Нет. Да, здесь говорится, на смиренного и сокрушенного духом, и на трепещущего пред словом моим. Давайте благословим Господа и прославим Его. Субтитры создавал DimaTorzok